Аллилуйя! 22 марта сегодня, 2018 года. Утренняя молитва. Сейчас буду подключаться уже к этой утренней молитве. Спасибо, Господь. Спасибо, Боже Всемогущий. Аллилуйя! Благослови, Господи, Боже. Это эфир всех братьев, сестер, что подключается. Боже, благослови. Побогатель своей милости. Благослови, Господи. Да, слава Богу. Возвожу очи твои горам. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот это вот из песни «Восхождение» буду читать сейчас. Ой, спасибо, Господи. Спасибо тебе, Боже Всемогущий, за эти трансляции, за эти молитвы, Боже. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Песнь «Восхождение», Псалом, 122-й. Одна из песней «Восхождение», которая читалась и читается действительно в нашем таком восхождении к небесам. Слава Иисусу Христу, на веке слава Богу Святому. Приветствую всех, братья и сестры, доброе утро всем. И на этой утренней молитве, в этот утренний час благоставляю великое имя Господне, благоставляю Бога, благодарю Бога Всемогущего за все, и вас благоставляю, дорогие друзья, братья и сестры, благоставляю свою семью сейчас, благоставляю супругу свою, Инну Сергеевну, благоставляю детишек наших, благоставляю сегодня всех вас, подключающихся сейчас к этому прямому эфиру и тех, кто потом в записи будет смотреть этот эфир. Слава Богу. Камера отключена, и, в общем-то, на камере все как раз фиксируется, хотя утром, я вижу, интернет лучше работает и без перебоев вроде как пока. Слава Богу. Так что благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. И вот псалом, который вот, из которого начинаю сегодня, да, это псалом, один из псалмов восхождения, псалом 122-й псалом. Вот, читаю в эти дни эти псалмы, еще для того, чтобы вот воспоминания, будем так говорить, ведь пасхальный седр, пасхальное вот само мероприятие, будем так говорить, оно во многом как бы вот накладывается вот на эти песни восхождения, да, вот этих 15 таких пунктов, 15 песней восхождения, 15 псалмов в псалтире, они подписаны вот таким именем, таким названием, песни восхождения. Ну и чисто исторически, как бы это, значит, очень легко объясняется еще и тем, что во времена существования храма, вот того древнего первого храма, потом, как мы говорим, уже второго храма, когда, значит, был отстроен уже второй храм уже, то был двор, такой общий, будем так говорить, двор, значит, там, где были все верующие, собирались, но было еще святое, туда, куда могли только лишь священнослужители подниматься. И с этого общего такого двора, значит, туда, в это святое двор, туда вело 15 ступеней. Вот, как бы, и вот по традиции считалось, что служители, священнослужители, которые поднимались туда, в это святое, в этот святое двор, отделенный специальный двор, такой для священнослужителей, то они не просто поднимались по порожкам, знаете ли, сбегали по порожкам, значит, вверх, туда, значит, а восходили, то есть поднимались, размышляя, читая псалмы, и вот этих 15 псалмов, они, как бы, вот, ознаменованы этим восхождением, песнь восхождения. Вот, и сегодня на этой утренней молитве, сегодня у нас, да, утренняя молитва нашей Киевской архиепископии. Слава Богу! Вот, и приветствую, кто подключился уже, кто подключается. Да, сегодня уже шестое число, месяца Ниссан. Да, в нашем гражданском календаре сегодня 22 марта 2018 года, а в библейском исчислении шестое Ниссана, вот, 5778 года, получается, вот, сотворение мира, если считать, вот, наших пра-пра-пра-отцов, пра-отца Адама и пра-матери Евы. О сотворении мира. Слава Богу! И вот, песнь восхождения, 122-й псалом. К тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот, как очи рабов на руку господ их, обручные, да? Как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши, Господу Богу, нашему доколе, Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольны мы насыщены презрением, душа наша, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Вот, я сразу скажу, что псалом этот, действительно, во многом он уже исполнился, такой пророческий псалом. Вот, песнь восхождения, как бы, одна из ступеней, вот, именно, этого восхождения из общего такого, да, двора, значит, туда вот, в этот святой двор, туда, во святые дворы Господни, куда священнослужители поднимались. Слава Богу. Да, приветствую. Это мама, слава Богу, да. Аллилуйя. Приветствую, да. Кто подключается, всех приветствую. И мама, когда она садового, приветствую тоже, слава Богу. Вот, и, значит, очи к живущему на небесах сегодня мы возводим. И вот, обращаю ваше внимание, что во втором стихе есть, говорится, «Очи рабов обращены на руку господых, очи рабы на руку госпожи ее, так и очи наших Господу Богу нашему, доколе он помилует нас». И дальше вот это прошение такое, «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно душа наша, довольно насыщена душа наша поношением от обменных и уничижением от гордых». Знаете ли, состояние души очень четко подмечено, вот именно как раз до, будем так говорить, состояния до благодати, вот до принятия этого прощения, потому что две тысячи лет тому назад на Голгофском кресте поменялся весь ход мировой истории, дамы и господа, действительно поменялся весь ход всей мировой истории, без всякого преувеличения. Это величайшее чудо. Слава тебе, Господь, слава тебе, Боже всемогущий. И если тогда человек, живущий в законничестве, человек под законом, в законничестве, человек, живущий под еще вот этим страхом, он взывает «помилуй, помилуй, помилуй», он просит о милости, «Рахэм, рахэм, милость, милость», он просит о милости. «Кири элейс» он по-гречески, «Господи, помилуй нас». Хотя в греческом «елевице» у нас корень «елей», то есть именно «помаш нас», «помаш нас». И вот, значит, интересно, что здесь очи рабов на руку и очи рабы на руку. Да, вот, то есть, когда такое рабское состояние, «помилуй, помилуй, помилуй», да, значит, и человек, вот он раб, он смотрит больше на руку Божью, на руку Господа своего, значит, и для него Бог всемогущий больше даятель, как бы, да, большее состояние такое, ну, как бы, ну, скотское, ну, как бы, ну, в таком, невругательном смысле этого слова, а вот именно такое животное состояние, будем так правильные даже, чтобы не так обидно звучало, животное наше состояние человеческое, вот, «помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй», и до конца нет уверенности, помилует ли вообще, вот такое, и он, мы смотрим на руку его, на его вот даяние, как бы, да, вот, что он дает нам, Да, это такое больше животное состояние человеческое, когда он еще в рабах, когда он еще не свободен, когда он еще не Бога усыновлен, когда он еще не прощен. И помилуй, довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от отменных и уничтожением от гордых. Но сегодня я хочу акцентировать внимание на первом стихе этого псалма. К тебе возвожу, Отче Мой, живущий на небесах. Аминь. Вот сегодня, по милости Господней, мы живем в эру благодати, эпоху благодати, уже двухтысячелетнюю эту эпоху благодати Божьей, милости Господней, когда Бог во Христе примирил с Собою весь мир, не вменяя людям преступления их. И сегодня мы не просто смотрим на руку Господа нашего, не просто мы возводим очи горам Господу и вызываем Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. И дальше, знаете ли, и плачемся, но сегодня в эпоху благодати, принимая эту благодать спасительную, принимая спасение даром по благодати через веру в Иисуса Христа, мы сегодня слова любви говорим и слова благодарности к Богу и слова действительно сыновства, как сыны и дочери Божьи взываем и говорим, Господи, благослови нас сейчас, и мы благоставляем великое имя Твое. Ты нас благослови, мы Тебя благоставляем во имя Господа Иисуса Христа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь с собой, наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, слава Тебе, хвала Тебе, Господь, Хвала и слава Тебе, Боже Всемогущий, благословен Ты, Бог наш, благословен Отец наш, благословен Любящий и Любимый, слава Тебе, Боже Всемогущий, благословен Бог наш отныне и вовек, Отец наш, папочка наш, сущий на небесах, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Силы и Слава во веки, аминь. Благословен Ты, Бог наш, благословен Господь Твое есть Царство, Твоя есть Сила и Слава, действительно, во веки веков, аллилуйя, аминь. Слава Богу, слава Тебе, Господь, Боже Всемогущий. Благослови нас сегодня, Боже, действительно, в великой чести от Тебя, Боже, родиться и жить в такую эпоху, в эпоху благодати, в эру благодати Божией Твоей. Господь, спасибо Тебе, великая честь, действительно, Боже, для нас жить с этим пониманием, Боже, новозаветным пониманием о прощении, о милости Твоей, что, действительно, благодатью мы спасены, и это не от нас, это Твой Божий дар святой. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Господь Божий, за, действительно, жизнь Твою, которую Ты подарил, за прощение грехов, за исцеление, благословение, все Твои небесные благословения, Господь, в наших судьбах. Слава Тебе. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарю Тебя, Отец. Папочка мой, Отец мой, Небесное, спасибо, спасибо за Твою любовь. Благодарю Тебя, Иисус. Спасибо, Господь мой, друг мой, брат мой, Искупитель мой, живой Спаситель, Иисус Христос, воскресший, живой. Спасибо. Благодарю, о Дух Святой. Спасибо, Господи, спасибо Утешителю, спасибо, спасибо, Боже Всемогущий, спасибо, Боже. Ты действительно Боже, Ты действительно Утешитель наш, Ты действительно Боже. О, всё наполняешь, за всё Тебя благодарю. За всё я благодарю, за всё я благодарю, за всё я благодарю. За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец, благодарим Тебя, Иисус, благодарим, о Дух Святой, за всё мы благодарим. Аллилуйя. Спасибо, Господи, спасибо за это доброе утро. Спасибо, милость Твоя обновляется к нам. Милость Твоя, милость Твоя, Господь, слава Тебе, Боже Всемогущий. Милость Твоя, потому что Бог, 2 Коринфянам 5,19, «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Аллилуйя. Слово примирения, Слово Божье сегодня к этому миру, это слово примирения. Аллилуйя. И самое великое слово Его – это дело. Он самим делом показал, доказал нам там свою любовь. Самое великое Его слово – это действительно дело. оно вот в чем, оно в теле и крови Его. Иисус, Он взял в свои руки хлеб после вечери, дал ученикам и сказал, «Приимите, ешьте, это Мое тело». А чашу последнюю поднял, когда Он сказал, «Это Моя кровь, Нового Завета». И это действительно воспоминание Его совершается вот уже 2000 лет. Друзья, начиная с первого поколения, христиане пропитываются этой кровью божественной, размышляют, рассуждают о теле и крови Христа. Это величайшее рассуждение, это величайшее благоставение. И причастие Евхаристия совершается действительно, в первую очередь, оно здесь совершается и здесь совершается. Вот, нашим умом, нашей душой, нашим сердцем. Слава Богу, рассуждая о теле Господнем, рассуждая о теле Христовом. Вот, и апостол Павел писал, что многие верующие того поколения, допустим, они многие болели и умирали. Почему эти благоставения проходили мимо них? Потому что они не рассуждали о теле Христа. Вот, очень важно, чтобы эти благоставения не проходили мимо, а чтобы они были в нас, чтобы мы воспользовались этими благоставениями, которые Бог изливает на нашу планету, на нашу землю обильно. Чтобы воспользоваться этими благоставениями, нужно действительно рассуждать о теле Христа. И рассуждать библейски, евангельски, правдиво, правильно. Каким образом? Рассуждать так, что Он простил меня. И не только то, что прошлое. То, что было, допустим, некоторые верующие так рассуждают, что то, что было до уверования, или то, что было до крещения моего водного. Вот, как бы, такие суеверия есть, такие страхи есть всевозможные. А вот потом, мол, когда уже уверовал, уже не простит, если какую-то процедуру не совершу. Знаете ли, все наши процедуры, они для нашего ума, для нашего сердца, чтобы нам было понимание. А на самом-то деле, Бог во Христе примирил с собой мир. Благочестиво правильно рассуждать, правильно рассуждать, именно так должно, что Бог простил меня полностью. То, что было, то, что есть, то, что будет, полностью простил. Вообще, пойдем, простил весь этот мир. Просто весь этот мир, как правило, большинство своим не знает об этом еще. Вот почему нужно нести благую весть людям, рассказывая о том, что Бог простил нас. Бог примирил с собой мир, возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом Евангелие Христово. Знаете ли, вот, и действительно, это Божья правда через веру во Христа Иисуса. Это Божья милость, Божья благодать через веру во Христа Иисуса. Вот, и пусть Бог действительно нас сейчас обновит, поможет нам в этом обновлении. И с Его стороны милость Господня обновляется постоянно, ежечасно, ежесекундно, ежеминутно. Но вот в утренний час, это я заметил по себе, это легче принять, легче осознать, проще как-то осознать. Вот отдаем, когда мы первые наши мысли Господу, нашему Спасителю, нашему Искупителю. Сегодня это доброе утро, вот, сегодня это святое утро, вот, и сегодня утро обновления нашего. Слава Тебе, Господь! Благословен Бог наш, Царь Вселенный, давший нам хлеб из земли и давший нам плод виноградной лозы. Благословен Господь Бог, Спаситель наш. Благословен Отец наш, любящий, дорогой, драгоценный. Ты самый красивый, ты самый умный, ты самый любимый. Спасибо, Господь! Бог Всемогущий, ты самый добрый. Никто не добр, никто не благ, как ты, Господь. По сравнению с тобой, мы земные отцы или матери, земные родители, по сравнению с тобой, небесным родителям, злые. И мы можем быть добрыми, потому что ты добрый, Господь. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благословен Ты, Царь Вселенный, отныне и вовек. Аминь. И сотвори, Господи, хлеб сей, честным телом Христа Твоего. Аминь. То, что в чаше сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим, святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Царь Вселенный. О, спасибо. Через кровь святую Твою. Боже, Твою жертву. Боже, благодатью я спасен. Через кровь Твою святую, Боже, я исцелен. Благоставлен всеми благословениями небес. Обогащен. Боже, благословение Аврамова. Боже, мое достояние. Ну, даже не только благословение Аврамова. Твое благословение, Божье благословение полное. Спасибо. Даже, что Авраму не снилось. Спасибо. Потому что через Иисуса Христа, Божий всемогущий, Ты изливаешь такую благодать на эту землю. Слава Тебе, Господь. Принимаем эту благодать, Боже. Принимаем это исцеление. Пусть данное Тобое будет не просто где-то лежать, а будет используемо в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь. Сегодня обновилась милость Твоя. Вот в этом причастии, в этом хлебопреломлении. Благодаря нашему этому рассуждению мы смогли принять вот эти некоторые обновления в своей жизни. Многие обновления даже. Слава Богу. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Боже. Спасибо. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир. 2 Коринфянам 5,19. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Сегодня слово примирения. Сегодня слово любви. Сегодня слово прощения. Только тот, кто примирился по-настоящему, не по нарожку, по правду, что мы с Богом, кто полностью принял прощение, пережил и переживает прощение, он может этим прощением делиться. И слово примирения может звучать. Потому что, действительно, многие верующие, знаете ли, многие христиане, вроде как слово примирения говорят, но это больше как слово осуждения часто звучит, и не примирение. А почему, я так понимаю, от избытка сердца, говорит уста. То есть, еще сердце не наполнено этим миром, примирением с Богом. Есть еще вражда где-то в каких-то сферах, разума еще так вот, знаете, не до конца примирения этого осознания, покаяния, примирения. А покаяние, да не просто, но в новозаветном понимании, формате, да, это действительно изменение сознания, перемена мышления. А в чем покаяние? Осознать, что Бог любит. Бог есть любовь. Бог простил меня, принял меня, полностью простил меня, благоставил всеми благоставениями неба. Слава Иисусу Христу! Благоставляю вас, дорогие друзья, братики, сестрички, дочечки, сыночки небесного нашего папочки. Нашего небесного любящего Бога, которому мы взываем, если Дух Святой в нас поселяется, Он взывает изнутри нашего естества, взывает к небесам. Ава, Отче, то есть Папочка, Татуси, в украинском слове есть, Татуси, Татуси. Папочка, Папуленька, Папенька, Отец, Папа. Спасибо, Господь! Это самое драгоценное, это самое просто бесценное, бесценный дар. Спасибо тебе, Господь, спасибо! Дай нам, Господь, всегда наполняться, обновляться и наполняться тем миром Твоим, Божиим, и этот мир изливать на окружающее все, Божие. Слово примирения. Дал нам, Господь, это слово примирения. Спасибо, Господь! Потому что от избытка сердца, говорят наши уста, наше сердце наполнено полным миром, примирением, абсолютным миром, и потому, Господь Божий, этот мир мы изливаем вокруг, во имя Иисуса. Спасибо, Господь! Спасибо, Боже! Благослови нас во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Царь Вселенной! Аминь! Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призвит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь! Слава Богу! Вот, и здесь пишет мама, да, значит, помолитесь за Богдана, у него комиссия на 10 часов администрации будут решать. Пусть Бог благословит, да. А, альтернативную службу он хочет избрать. А, ну вот, пожалуйста, да. Сейчас есть это по закону, позволяет это все закон. Вот. Слава Богу за этот день, за это утро, за это хлебопреломление. Спасибо вам, что ведете нас в этом благословении вам. Я каждый утро и вечер с вами. Слава Богу! Любовь, сестра Люба Синицына. Слава Богу! Пусть Бог благословит вас. Вот, и благословляем Богдана, благословляем всех, братьев, сестер. Вот, это утро милости Господней. И сегодня, этим днем, это обновление, да, совершается во всех сферах жизни нашей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Сейчас просто побудьте с Богом. Вот, какие-то минуты сами. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь.